А накануне в праздник Собора Пресвятой Богородицы предстоятель Русской Церкви совершил Божественную Литургию в Патриаршем Успенском Соборе Московского Кремля. За Божественной Литургией в Успенском Соборе Московского Кремля предстоятель возвел в Сан-Митрополита архиереев Новгородской, Тверской, Новосибирской, Уфимской и Архангельской епархий. В их пределах на последнем заседании Священного Синода были образованы митрополии. Преосвященный архиепископ Лев, в связи с назначением вас главой Новгородской митрополии, определением Священного Синода 28 декабря 2011 года, вы возводитесь в Сан-Митрополита. Аксиос! 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 Великой Немчействique Виктор, архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ Архангельский и Холмогорский Эдениен, праздник Собора Пресвятой Богородицы, в которой состоялась воскресная служба, по слову патриарха можно по праву назвать праздником христианской семьи. В этот день Церковь вспоминает людей, близких Спасителю по плоти, его семью, Пречистую Матерь Иосифа Обручника, царя Давида. Величайшее Божье установление семьи, имевшее место на заре человеческой истории в жизни прародителей Адама и Евы, явилось самым долгим, можно сказать, вечным институтом общественной жизни. Семья всегда сохранялась как божественное установление, как очаг, как колыбель, как место, где раскрывается любовь людей друг к другу. Все, что становил Бог, человек да не разрушает. Эти слова произносит Святая Церковь во время таинства брака. Но сегодня редко кто задумывается об этом. По слову патриарха Кирилла, псевдокультура, пронизанная грехом, вошедшая в плоть и кровь жизни современного человека, бросает вызов самой семье. Ее разрушение объясняется и оправдывается человеческой свободой, ложно понятой любовью. Семья есть божественное установление, и всякое разрушение семьи есть грех. И сегодня, когда мы вспоминаем семью Господа и Спасителя, Ему близких по плоти людей, мы молимся о наших семьях, которые подвергаются сегодня разрушению. Мы молимся о самом браке, который разъедается коррозией человеческого греха. И верим, что через это божественное установление Господь не только продолжает род человеческий, но и сохраняет любовь, уважение, солидарность между людьми. В завершение предстоятель пожелал, чтобы Господь укреплял людей, живущих в браке, сохранял в мире и целостности их семьи, через что умножается и благоденствие всего народа. Наученные этой великой божественной истине, которая открывается нам через праздник Рождества Христова, будем просить Господа о умиротворении семейных конфликтов, о восстановлении разделенных семей, о укреплении брака в жизни людей, в исполнении Божественного Закона, призванного поддерживать самую жизнь рода человеческого. Аминь.